так здравствуйте дамы и господа мы проходим мануальную терапию и сейчас переходим к ногам значит бедро достаточно мощно держится на мышцах вокруг всего бедра да поэтому чтобы его расшатать нам надо все эти мышцы потянуть расслабить представляя вот этот вокруг она как бы солнышком так вот за колено поднимать растягивать сначала в эту сторону потянули выше вот сюда потянули выше но у здорового человека еще расскажу колено должно ложиться просто на стол в такой позе вот в такой позе почти клакси вот мы тянем и вот в такой позе должно на стол поэтому нет расшатываем сюда 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 увеличивая амплитуду здесь за бедро вот так вот аккуратно чтобы не оба угла к стола не прижалась нога одесса давлю так дальше идем вот по солнышку к плечу с этой же стороны тянем и заседающую кость вытягиваем вот туда вот такой кивок на себя для поясницы тут мы на пояснице воздействуем как ребенка в колыбели вытягиваем за поясницу почувствуй еще раз тянется поясница вот теперь к противоположному плечу как можно выше это мы растягиваем грушевидную мышцу красно здесь идет можно ее как раз размять еще кулаком дополнительно простучать локтем проработать тянем в подреберье с этой стороны получается на ребра на себя скульпта такая коленку под себя тянем вот здесь вот перпендикулярно то есть смотри куда направлено бедуру там лет воздействует вот это мы растягивали кпс-ппс при таком угле вот при таком угле это нижняя часть поясницы при вот таком угле получается бедро на себя это верхняя часть поясницы грубо поясничный переход вот тут идет воздействие теперь примерно делаем 120 градусов в голень были голени между голем и бедром задали задали на стопные мышцы или кости тянем от себя а здесь забедренную кость мягенько так тело лошадь обхватываем чтобы не было на себя такие пружинистые движения в разные стороны это мы растянули бедро так ну чтобы было видно давай еще покажу с той стороны подозриться к краю туда и свежую ногу значит ягодичную мышцу и грушевидную мы там так вот подигональному полон для под крестца так вот крестец захватываем и вытягиваем на себя для этого подхватываем пальцем там прижимаем сверху за бедро и тянем вытягивать на себя вытянули почувствовал растяжение до нога висит дальше тянем еще вниз вот противоположного бедра бедра косточку опять же мягкого так обнимаем не было больно и от этого бедра получается мышцу поднимающую бедро сейчас мы растягиваем кладем человек на стол посередине выравнивается и самая зажата это грушевидная мышца поэтому могут подробно прорабатываем еще раз вставляем представьте визуально вот тут крестец да вот тут она крепится с той стороны у нас получается кулаком в трех местах вместо крепления здесь по центру вместо крепления здесь проходимся то есть вот так там подкладываем кулак на стол чтобы не косточки максимально выпирали и прям на косточке нет не на кости вместо крепления будут возникли сапом подлез туда и через свою руку ну раз потянул потом еще подвину в трех местах подниму ближе к вертелу и вот здесь потянул невольно тянется нормально да и и дальше счету добавить и чуть дальше вытягиваем за свою стопу ногой на себя вот натягиваем ногу и друг идем дальше тоже примерно в трех местах четырех это в свою ногу и бедро протягиваем также можно применить пир когда надо свешено например когда нога вот так лежит ну во всех позах можно применять поздно физическую релаксацию ну в данном случае девушки мышцы расслаблены то что достаточно просто порастягивать немножко и вот во все стороны может все растянули да теперь можно провести приемы приема какие мы делаем тактика чуть ли сюда если бедро вышло вперед помощь на сзади делаю программу выходила назад щупим бедрену кость какая выше вот это по ощущениям выше сюда что надо толкнуть туда его помню что растет она вот так по целико градусов крепится да значит ногу вытаскиваем по целико градусов загибаем вот туда прокурсировали прокачали и немножко вот если вертикально это может тазобедренный сустав качаем через одну вот сюда примерно на ладонь колено висеть на ладонь под пупка со стороны это кпс сустав если вот сюда от от солнечного сплетения толкаем туда это пкс сустав пояснично-крестцовый сустав где тут пресловутый л-5-1 вытягиваем от поворотов и угла бедра зависит то на что мы воздействуем так расшатали расшатали пружинили и теперь толкаем на себя вот подсорить ими разу такая туда если далеко высоко для тебя нога да можно в эти принципе с той стороны стола себя грудной клетки видишь супер мощный толщок теперь удерживаем бедро за бельцовые кости это держим стоп стопу удерживаем расслабили когда почувствовать ослабление на себя это второй прием до третий прием держим стопу расшатали расшатали совку с когда почувствовать ослабление на себя если человеку больное колено беремся тогда за бедро считаешь это искали на исключаемых захвата расшатали шатали и на себя мы также стараемся по церковь подгрыз еще можете носить туда принять все еще если у человека вы помнишь мы смотрели это пошла на экстензию косточка а это больно флексы вперед а это на экстензию назад значит она за бедро вытяните и вот сюда то есть мы это делаем с подкруткой вы хотите плотно загулять вот здесь так вы можете делать борцовский захват или вот так и вот с таким поворотом будет толкать сторону сдвигается назад немножко не страшно продолжаем вот так стоим ножку чтобы она расслабилась показываешь что все это фабрик все мышцы расслаблены сам захват делаем на стоп как можно ближе к пятке тогда почувствуешь расслабленно толкаем на себя на мимо себя немножко придерживаем при этом стол бедром стол никуда ехать не должен на себя теперь взяли за стопу и такой хлесткий как мы делали то же самое когда лежал на животе за пяточку за стопу и хлест и как команду кидаем в спортзале помните тут уже вытянется и здесь и колено и бедро вот так мы работаем с бедром еще можно если так в случае смотрим по косточкам не понимаете но за край стола может держаться там по косточкам если мы у нас по ощущениям получается это много короче да значит она даю вытянуть а это укоротить туда то есть опять же тут скорее всего будет флексия где будет экстензия в обратную сторону за дергая за голеностоп мы двигаем таз упираемся себе в тазовую косточку плотно держись вот это ногой прямой это надо расслабленно и стопу поднимаем чуть выше вот это стопу вот сюда вот создавать вот такое движение поднимай то есть разогрянание и корпусом под ее тянув к сену и и заставку и поничка столкнул можно же приложить сюда трубку на сустав и почувствую как он вытягивается чувствуете вот работаем корпусом ну вот все дорогие друзья мы отправляемся все эти приемы отрабатывать на практике группе мы занимаемся друг на друге но если он с нами то много теряете с вами был олег алабуды так вот значит мы рисуем как бы визуально солнышко бедра во все стороны растянули да но кроме крупных мышц есть еще мелкие мышцы которые внутри то есть не снаружи бедра крепится внутри это грушевидно и вот тут запирать на мышцы их тоже вот так перпендикулярно по ним мы нажимаем и через них через стопу с такой часов стопу перекручиваем бедро до потрашно твою таким образом то есть получается диагонали так идет значит она на стопу поставить вот так стопу ставим боком заседали шукой заходим сюда подальше на бочок стопу повернули и через нее за бедро чувствуешь как растягивается так теперь растянем задняя линия сухожилий так вот значит берем за пятку влеча латеральной рукой потому что стоим вот так вот спиной к пациенту предплечье упираемся в стопу и вот за счет этого мы натягиваем ахилы сухожилия там тянутся все мышцы вот до до крестца чтобы усилить натяжение близко на поседине бедра а близко к месту крепления за бедро сустава нажимаем вот мы вытягиваем насколько можно растянули и производим толчок если вот сустав так находится на 45 градусов перпендикулярно к нему вот туда надо толкать руками как рычагом работает левая рука моя правая рука толкает это если мы когда щупали например бедро она была вверх поднята до относительно другого бедра мы толкаем соответственно в ту сторону да это альтернатива вот этому движению когда мы толкаем так вот на себя бедро считаешь то ли и теперь в случае если бедро было опущено ниже то нам надо набор токнуть вверх для этого делаем вот такой вот рычаг опуская колено бедро поднимется вверх и с другой стороны аккуратно за подвздошную кость взялись ладошки расшатали как лодочку это пыталась я специально поднял палочкой чтобы видно было что он то не видно но можно могу так стать от страны расшатали когда дошли почувствуем лодочка на максимальном подъеме находится вот здесь до производим толчок стоять можно с любой стороны может даже и использоваться мы прям делать я расшатал и толкнул если нога слишком гибкая то можно усугубить положить на другую ногу вот она под 45 градусов к суставу находится до толчок вот такие простые приемчики если легла фабудлина один лучше другого дорогие друзья пока пока